Важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм. Говорят, царь ненастоящий. Путин нелегитимен. Его парламентаризм фейк. В первую очередь, конечно, это констатация факта, да? Европа против Путина. Намерение создать Международный уголовный суд по преступлениям путинизма, оно в какой-то момент было оглашено. Недавно было подтверждение, что к концу года это будет сформировано. Кто и когда ответит за военные преступления против Украины? Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня довольно-таки праздничный у нас эфир в канун Дня российского парламентаризма. С членами Совета законодателей в Таврическом дворце в Петербурге встретился сегодня Владимир Путин. Он отметил успехи отечественного парламентаризма и озвучил важные направления дальнейшего развития. Важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм. Говорят, царь не настоящий. Путин нелегитимен. Его парламентаризм... Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения традициям нашей государственности и законотворчества. История становления и развития институтов народовластия. Само время событий, через которые мы проходим, доказывают значимость такой преемственности. То, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России. Необходимо обеспечивать её стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства. И в общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов. В этой связи хочу отметить конструктивное взаимодействие законодательных органов партийных фракций с правительством России, главами субъектов Федерации, деловым и экспертным сообществом. Стабильность и одновременно честная конкуренция. А отказ в движении кандидатом в президенты Екатерине Дунсовой, отказ в регистрации кандидатом Борису Надеждину это, наверное, и есть то самое конструктивное взаимодействие во славу национальных интересов. Парламент вообще не место для дискуссии, как мы помним. А если постараться объяснить российский парламентаризм в одном видео, то вот оно, моё любимое. Предположительно, на пятом избирательном участке Адмиралтейского района Петербурга учительница истории и учительница музыки почти полчаса на коленках вбрасывают бюллетени за честную конкуренцию, по всей видимости. И сейчас будет апофеоз, самый мой любимый момент, как играющаяся панда в зоопарке одна из учительниц перемешивает бюллетени в урне, лёжа на спине. Суд на этой неделе, рассматривая жалобу наблюдателей, поставил точку. В этой истории он не нашёл вот это видео. То, что вы только что посмотрели, не приобщили к делу. Возможно, это фейк. Западные спецслужбы руками украинских диверсантов воссоздали избирательный участок номер пять и наняли похожих на учительниц-провокаторок. Но давайте обратимся ко взгляду со стороны, ведь Европарламент 25 апреля принял резолюцию о нелегитимности, цитирую, так называемых президентских выборов в России. Авторитарный российский режим десятилетиями использовал так называемые выборы, сфальсифицированные и фарсовые, чтобы создать видимость демократии и продолжать концентрировать всю власть в руках Владимира Путина. Правительство подавляет любое инакомыслие при поддержке лаэлистских сил безопасности, послушной судебной власти, контролируемых государством СМИ, обеспечивающих непрерывный поток пропаганды и дезинформации, а также законодательного органа, состоящего из правящей партии и податливых оппозиционных фракций. В Кремле в ответ уже обвинили депутатов Европарламента в ни много ни мало русофобии. Собственно, Европарламент уже давно столкнулся на позициях такой прочной, последовательной русофобии. И, конечно, вопреки, наверное, основному призванию парламентариев. Это выстраивать диалог, искать пути для выстраивания диалога. Он превратился в машину таких оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее. Резолюция Европарламента — это важное продолжение курса, взятого на прошлой неделе парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы подробно об этом рассказывали как раз-таки на прошлой неделе, где режим Путина тоже назвали нелегитимным, считает политолог Александр Морозов. Это голосование, оно имеет отношение в первую очередь, так сказать, к перспективе выборов Европарламента, которые вскоре состоятся. Иначе говоря, нынешний состав Европарламента закладывает эту резолюцию на будущее, таким образом, чтобы она продолжала функционировать и при следующем составе Европарламента. Это, мне кажется, здесь главный момент. Что касается своевременности применительно непосредственно к выборам, которые в России были, к так называемым выборам, которые были в России больше месяца назад, это не так важно, потому что здесь имеют значение такие длинные стратегические тренды. Попросту говоря, для сравнения, скажем, намерение создать Международный уголовный суд по преступлениям путинизма, оно в какой-то момент было оглашено, недавно было подтверждение, что к концу года это будет сформировано. И в этом смысле слова это длинный, но довольно важный процесс. Такая же история и с резолюциями Европарламента, в частности, их уже много достаточно, которые дают оценку и путинизму, и показывают, на что следует ориентироваться в поддержке российского демократического движения европейским структурам, как нужно дальше поддерживать независимые медиа и так далее. То есть эти резолюции, они задают определенную рамку, которая действует потом достаточно долго, и на эту рамку могут ориентироваться как на некоторую рекомендацию национальные правительства европейских стран. Что есть такое этот самый российский парламентаризм? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А теперешнюю степень рукопожатности российского парламентаризма обсудим сегодня с нашими гостями. С нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Наталья Шевшукова и депутат Европарламента Сергей Логодинский, как раз один из подписавших резолюцию о недемократических президентских выборах в России и их незаконном проведении на оккупированных территориях. Сергей, здравствуйте. Я сперва к вам обращусь. Здравствуйте. Вот один из наших собеседников, журналист Витаутас Бруверис, отметил, что это констатация факта. Мы чуть позже еще его послушаем. А пока у меня к вам такой вопрос. Почему эта констатация факта произошла только на третий год полномасштабной российской агрессии против Украины? Ведь и мартовские президентские выборы в России, они далеко не впервые произошли на аннексированных территориях Украины. И претензии к обнулительным поправкам в российской конституции тоже не новость, а скорее старость. Почему только сейчас депутатам удалось достичь консолидации в этом вопросе? Ну, политические процессы всегда нелинеарны. И политические процессы не всегда подчинены какой-то абсолютной логике. Вот сейчас были выборы. По выборам принимается резолюция. Под эту резолюцию подведены определенные итоги, которые вытекают из нашего отслеживания ситуации многие годы. Но вот в данном случае, учитывая то, что все-таки уровень репрессий, некоторые бы сказали, и тоталитарности, вырос в России до вот такого уже абсолютно невозможного качественного какого-то уровня, накипело, накипело, и было возможно сказать то, что мы сказали. И в резолюции еще был призыв к европейским странам также не признавать Путина президентом России. Шла речь о поддержке российской оппозиции за рубежом и российских независимых медиа. А какую практическую пользу от резолюции лично вы увидите в первую очередь, исходя из пунктов, которые подписали вы и ваши коллеги? Ну смотрите, у нас у всех есть свои прерогативы и свои какие-то компетенции. Компетенции Европейского парламента, это как вот Александр до этого говорил, задавать определенный тон. Мы не можем принимать именно в поле международных отношений, все, что касается именно классических международных отношений, мы не можем принимать какие-то обязательных решения. Но мы можем принимать решения знаковые. И в данном случае это знаковое решение. Я не уверен, скажу вам честно и не думаю, что члены Европейского Союза вот так вот сейчас прям побегут принимать решения о непризнании Путина президентом. Но, а почему нет, в любом случае мы считаем вот так. Это наше политическое мнение, и мы призываем их, там же не стоит, что прям вот как вы сформулировали, там стоит, во-первых, призываем их не признавать результаты этих выборов как легитимные, но тут уже пусть интерпретируют кто как хочет, и сузить объем коммуникации и взаимодействий с этим вот выбранным, ну я не знаю, президентом, не президентом, кто как его хочет называть, до только того, что необходимо. То есть все, что касается регионального поддержания мира и что касается каких-то там необходимых переговоров. Вот это, кстати говоря, конкретика. Это первый раз, когда мы вот расписали, что мы подразумеваем под этим конкретно. Ну а тут уже дальше роль переходит к правительствам, членам Европейского Союза и, в принципе, всего мирового сообщества. Ну, туда, пожалуй, это была скорее моя вольная трактовка. Давайте я для наших зрителей уточню просто. Логика-то моя такая, что если выбор нелегитимный, значит, Путин не президент, значит, он кто-то другой. Какой-то другой, может быть, третический термин. Может быть, мы его сможем подобрать с Натальей. Сергей, вам большое спасибо. Наталья, здравствуйте. Вас поздравлять с грядущим днем российского парламентаризма я, пожалуй, не буду. Но давайте пройдемся по реакции на эту самую резолюцию Европарламента. Вот Песков вспомнил термин русофобия. Представительницу МИДа, госпожу Захарову, я даже цитировать не буду. Ее, в принципе, желчь понятна. Но особенно тем, кто сейчас в фазе активного противостояния, имеют в виду российские политические элиты, как им? Может быть, это для них такой некий сигнал в этом плане имеется? Тут я аккуратненько напоминаю и о кейсе замминистра обороны Тимуре и его команде. У него дворец сегодня обнаружили, очень похожий на Таврический дворец, кстати говоря. Может быть, это им сигнал такой в том числе? Мне кажется, что это сигнал не только им, это сигнал и российскому обществу. Я абсолютно не согласна с тем, что это русофобское заявление. Я бы сказала, что это, напротив, очень русофильское заявление. И вот почему. Дело в том, что если президент Путин нелегитимен, это означает, что президент Путин не был избран всенародно. Это значит, что большинство граждан Российской Федерации его не поддерживают и за него не голосуют. И мне кажется, что это делает ситуацию с Путиным и с российскими гражданами близкой к тому, что происходит в Белоруссии. И мне кажется, что это может послужить сигналом для европейских властей, уже конкретных национальных правительств, для того, чтобы начинать трактовать российских граждан и иммигрантов примерно так, как относятся к белорусам. Поэтому я вижу в этом очень позитивный сигнал. Мне кажется, что это шаг в сторону к России, к российскому обществу, но не к Путину. Наталья, спасибо. Сергей, а вот как вы думаете, куда может привести политический вектор? Я имею в виду в контексте того, что уже гораздо большее число депутатов, которые ранее даже симпатизировали Кремлю, и не особо это скрывали. Да, еще остался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, кстати, поздравлял Владимира Путина с фиктивным переизбранием. Но, тем не менее, популистские заигрывания в поддержку России – это все еще опасный тренд, или он уже в ней мейнстрима, и как раз-таки это решение символично еще и тем, как Европарламент продемонстрировал свою консолидацию в этом вопросе? Ну, не забывайте, что это был такой прощальный залп Европарламента, этого созыва. Это была наша резолюция, которую мы приняли, и я был ведущим, так сказать, ведущим не только подписантом, но и я вел переговоры, так сказать, поэтому у меня была ведущая роль по этой резолюции. Это нам было важно, чтобы сделать еще до ухода в конец, так сказать, в парламентские каникулы, и не только каникулы, но и уже и в предвыборную кампанию. И мы посмотрим, какие силы будут усилены выборами, которые предстоят нам в начале июня. И учитывая подъем правых радикалов, таких как альтернатива для Германии, Марин Лепен и так далее, и я думаю, что определенную силу некоторых прорусских и словацких, и болгарских сил, и других, я думаю, что этот лагерь может увеличиться в новом парламенте. Но, тем не менее, что произошло, это происходит, мне кажется, консолидация сил, которые понимают, что дальнейшая какая-то нормализация отношений с Российской Федерацией под этим правительством, при этом правительстве или при псевдоправительстве, уже в зависимости от того, как легитимность понимать, она невозможна. И вот это то, что, я думаю, объединяет все правительства, ну, может быть, за исключением вот Венгерского, посмотрим, как Словакин это там дальше разобьет свое мнение. И здесь уже, мне кажется, нет пути назад. Даже если какие-то, о каких-то идет речь, там, я не знаю, некоторые все-таки мечтают о каких-то договоренностях, переговорах, все равно никакого вот этого цивилизационного маркера больше нет, который бы каким-то образом, ну, хоть какие-то мосты для цивилизованного разговора с Кремлем сохранял. И мне кажется, что эта резолюция, результат вот этого понимания после двух лет этой ужасной войны и того, что происходит внутри России, включая убийство Алексея Навального, издевательство над многими другими, которых, кстати, мы поименно, не всех, к сожалению, но многих самых ярких поименно, назвали в этой резолюции от Карамурзы Яшина и до людей ФПК. В перспективе видите ли вы какую-либо такую систему сдержек и противовесов против этих самых популистских, читай, прокревлевских голосов и в Европарламенте, и в Европе в целом? Ну, у нас сейчас большой скандал в Европарламенте и в Бундестаге, кстати, о котором вы тоже сообщали очень много, это о определенных подкупах, в принципе, именно право радикалов членов парламента от альтернативы Германии, той самой платформой в Чехии «Свободная Европа», по-моему, она называется, или что-то такое в этом роде, и это подняло волну непринятия даже среди, вот интересно посмотреть, где-то около 30-40% тех, кто поддерживает альтернативу для Германии, в Германии, недовольны этим. Они считают, что влияние Москвы не должно быть на альтернативу для Германии, это одна треть голосов для этой партии. То есть здесь тоже идет расшатывание определенное, даже вот такого внутренней какой-то репутации. Ну, типа, да, вы можете быть правыми радикалами, они говорят, но не продавайтесь же Москве, а сейчас еще и по Китаю у нас сходная ситуация идет. То есть здесь довольно волатильная такая ситуация, и посмотрим, куда это выведет. Но я думаю, что вопрос того, что эти партии становятся не только риском для демократии, но и риском для национальной безопасности, здесь уже это может действительно выйти им боком. Сергей, большое вам спасибо. Депутат Европарламента Сергей Логодинский был с нами в прямом эфире. И решение Европарламента, к которому мы возвращаемся, еще и отчетливо демонстрирует, что фанатов Путина-то в Европе становится все меньше. Ведь о том, что президент России не настоящий, говорят даже любимцы российской пропаганды и бывшие друзья Кремля. Давайте поименно их вспомним подробнее в нашем сюжете. За нелегитимность Владимира Путина проголосовали даже ультраправые депутаты, которые поддерживали прошлые выборы и изменения в Конституции. Например, четверо депутатов национального объединения Липен. Среди них Жан Лакапель и Виржини Жарон. Они постоянно ездили в Россию наблюдать за выборами. В 2020 году, во время обнуления сроков Путина, эти депутаты не увидели нарушений в ходе голосования в аннексированном Крыму. Эксперты не только высоко оценили проведение голосования по поправкам в Конституцию, но и отметили его значение. Голосование шло несколько дней, и людям, с которыми мы говорили, это очень понравилось. За непризнание выборов президента проголосовал депутат, обычно дружественный Кремлю, альтернативы для Германии Гуннар Бек. И еще четверо его однопартийцев. В 2021 году Бек наблюдал за парламентскими выборами в России и хвалил Москву за открытость. Тогда его перелет, проживание в гостинице и другие расходы оплатили из российского бюджета, выяснила полигон медиа. Спустя два года после начала войны Бек дает много комментариев российским СМИ. Так, в эфире известий, он обвинял Украину в причастности к теракту в Крокусе. Западные правительства в целом отрицают какую-либо связь между Украиной и атакой. Я бы не стал в это верить. Но очевидно, что у западных правительств есть стимул предполагать, что Украина способна организовать атаки в глубине России. И говорил, что Украина проиграет войну. Становится все более очевидным, Украина не может выиграть эту войну, и идея ЕС о том, что она может это сделать, была иллюзорной с самого начала. Журналист Витаутас Бруверис считает решение Европарламента символическим жестом. Это важный символический политический шаг, что политическая и стратегическая западная ментальность движется в том направлении. Ну, с другой стороны, это только это. И вообще оно не закрывает вообще простор для маневра, простор для каких-то планах отыграния ситуации назад. Так что это больше символический такой шаг. Впрочем, 11 европарламентариев не смогли сделать даже его. Среди них депутат от Латвии Татьяна Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным расследователей издания The Insider, с 2004 года Жданок просила деньги у Кремля на организацию конференций и отчитывалась перед ФСБ. Наталья, вот как вы думаете, этот фактор смены парадигмы среди теперь уже бывших симпатизантов Путина, он о чем говорит? Это такой холодный прагматичный расчет и не связываться с токсичным политическим субъектом, скажем так. Или что-то другое? Что вот в основе этого лежит? Как вы думаете? Ну, во-первых, еще раз стоит вспомнить о том, что в Европе будут выборы буквально через месяц небольшим. Поэтому, естественно, всем политикам, в том числе тем, кто брал или берет деньги у Путина, нужно публично от него откреститься и показать, что нет, они не с ним, они не с этой непопулярной фигурой, а как они будут вести себя уже дальше, после возможного переизбрания, это совершенно другое дело. Но кроме того, я думаю, что все-таки ослабевает понимание Путина и представление о Путине в Европе как о таком диктаторе с харизмой, который поддерживается большинством народа, который незаменим и который олицетворяет собой национальную идею. Я думаю, что, к сожалению, во многом на это повлияла смерть Алексея Навального все-таки до этого такого трагического происшествия Путин, может быть, оставались надежды на то, что Путин более-менее вменяемый. Все понимают, что были переговоры о освобождении Алексея, и они сорвались именно по вине Путина. И я думаю, что возникло понимание, что человек не договороспособен, что он нарушает любые взятые на себя обязательства, и стоит держаться от него подальше, и не стоит ему дальше верить. — И вот если продолжить эту парадигму, в контексте того, есть у нас решение ПАСЭ, есть резолюция Европарламента, если внезапно начнется такой, не знаете, парад признания нелегитимности, как это вообще будет работать? У нас все-таки есть такой некоторый эмпирический опыт. Вот господина Лукашенко из Беларуси президентом не признают еще и подольше. Как это может сказаться на практике в плане переговоров? С кем вообще будут тогда разговаривать? Как вы думаете? — На самом деле, подобного рода заявления, они носят скорее декларативный характер. На практике они отражаются мало. Если кто-то захочет покупать у Путина газ или продолжать с ним торговать, он это продолжит. Серый импорт продолжится. Бизнес всегда найдет в себе лазейки. Это, к сожалению, процесс неизбежный и пока что непредотвратимый. Ну, будем надеяться, что все-таки какие-то лазейки для путь скидчиновников немножко схлопнутся, а российское общество в целом будет рассматриваться как более-менее вменяемое и заслуживающее уважение и поддержки. И не только гражданское общество, находящееся за рубежом, но и те люди, которые продолжают бороться внутри России. Мне кажется, это очень важно. — Да, тем более, что как раз ровно об этом и говорят депутаты Европарламента. Как это может повлиять, скажем так, на людей, которые... Ну, давайте, ладно, активных сторонников режима Путина брать в расчет не будем, но хотя бы тех, кто, скажем так, сомневается, кто в позиции не все так однозначно. Для них этот месседж полезен ли и сработает ли он в принципе? Или это довольно-таки излишне символический шаг и лишенный практической сущности, скажем так? — Если мы говорим о путинском окружении, путинских чиновников, естественно, что у них, у части из них, по крайней мере, есть мотивация повернуться к западу Беридом снова и снова пользоваться своими активами, и снова ездить, и снова пользоваться всеми преимуществами безграничного мира. Но, тем не менее, эта группа, не думаю, что она будет вдохновляться вот этими заявлениями Европарламента, скорее всего, это, ну, еще раз подтвердит их позицию, но никак не подтолкнет их к тому, чтобы предпринимать какие-либо действия внутри России, потому что все-таки вот эта силовая составляющая перевешивает вот эти безумные люди, которые верят в плохой Запад, который сам первый напал. К сожалению, они сейчас играют первую скрипку в Российской Федерации, поэтому ну, это остается заявлением Европарламента исключительно декларативным для такой более-менее договороспособной части российской элиты, ну, и тем самым, тем не менее, поддерживает ее, может быть, морально как-то так. Наталья, давайте вернемся в Европу, вот, ну, завершая тему внутри России стабильностью и единством парламентаризма. Владимир Путин сегодня хвастался. По сути, Европарламент вчера продемонстрировал ровно то же самое стабильность и единство, но по-прежнему есть проблемы с тем, как работают санкции против России, в том числе со стороны Евросоюза. Европарламент сейчас много делает для того, чтобы вообще соблюдать и наблюдать за тем, как работают уже принятые санкции, их, если я не ошибаюсь, 14 пакетов. На ваш взгляд, может быть, это как-то может повлиять. Все-таки, да, параллельный импорт российские власти легко освоили, все, что можно, в принципе, полки не пустеют, скажем так, то, за что бьются очень многие российские ритейлеры. Может ли это единство Европарламента, но в перспективе привести и к тому, что будет единство в плане соблюдения санкций? Я надеюсь, что будет единство в плане соблюдения санкций именно против путинской элиты, но не усилятся разные безумные санкции, например, как возможность изъятия частной собственности у граждан России, которые уже уехали за рубеж, например, изъятие автомобилей с российскими номерами. Мне кажется, это абсолютно безумное решение, которое может только повлиять отрицательным образом на отношение граждан России к Западу и сыграть на руку путинской пропаганде. Но если действительно начнутся более активные действия в отношении путинских чиновников, которые имеют бизнес и недвижимость на Западе, то это, несомненно, будет положить. Наталья, большое спасибо. Наталья Шавшукова, политолог, была с нами в прямом эфире. И с нами уже в прямом эфире наши зрители 83% сочли, что российский парламентаризм такой же нелегитимный, как и режим Владимира Путина. Но вот 17% наших зрителей верят, что парламент не место для дискуссии. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.